дальше берем наши элементы продеваем элементы вот таким образом серединку колечки второго элемента вот сюда заправляем так маленькие колечки у нас должны быть вот так закреплены дальше вот эти колечки мы продеваем вот таким образом через колечко с бисеринками дальше захватываем большие колечки за соединительное пико одно колечко второе и третье колечко ниточку затягиваем продеваем ее на заднюю сторону дальше берем бусинку не обусина 3 на 4 миллиметра пришиваем ее в серединку нашей брошки прошиваем несколько раз чтобы бусинка не болталась дальше выводим иголочку вот сюда сначала вот этого коричневого колечка берем бусину не обусина 6 на 4 миллиметра продеваем иголочку соединительное пико вот этих колечек светлым ких захватываем колечко коричневая на задней стороне брошки за соединительное пико затем продеваем иголочку назад через бусину в серединку нашей брошки выводим иголочку в начало следующего коричневого колечко прошиваем это колечко точно так же как вот это и вот это колечко прошиваем точно так же как эти два захватываем сзади за соединительный пико вот эти колечки дальше если вы делаете брошку то пришиваем на заднюю сторону основу для броши я же буду делать заколочку поэтому я аккуратненько ниточку обрежу дальше будем расшивать нашу брошечку по кругу я закрепила ниточку заодно из пику находящийся между первым и вторым колечко дальше продеваем иголочку за соединительное пико колечко на котором находятся бисеринки дальше одеваем на иголочку бисеринку бусинку у меня бусинка рондель 6 на 4 миллиметра и еще одну бисеринку продеваем иголочку за соединительное пико на второй стороне колечко с бисеринками и продеваем иголочку через соединительное пико маленького колечка где соединяются большое и маленькое дальше одеваем еще одну бусинку бусинка 6 на 4 миллиметра вот здесь посередине за узелочки зацепляем ниточку с иголочкой берем маленькую бусину 3 на 4 миллиметра продеваем иголочку за узелочек следующего колечка берем еще одну бусину и продеваем иголочку соединительное пико между первым и вторым колечком таким образом мы прошили бусинками одну часть нашей брошки дальше провязываем точно так же одеваем иголочку за соединительное пико колечко с бисеринками дальше одеваем бисеринку бусину и еще одну бисеринку продеваем иголочку соединительное пико на второй стороне этого колечко и дальше соединительное пико между вот этим колечком берем бусину зацепляем за узелочек вот это колечко надеваем маленькую бусину зацепляем за узелочек вот это колечко дальше еще одну бусину и соединительное пико и еще раз точно так же прошиваем бусинками вот здесь я прошила по кругу нашу брошечку еще раз чтобы закрепить хорошенько бусинки чтобы они не болтались завязала узелочек и обрезала ниточку вот такая у меня брошка получилась она небольшая ее можно использовать как брошь кулон а можно пришить основу для брошей будет как маленькая брошечка